песня которая тоже нуждается в эпиграфе который я пока еще не устал повторять всем значит есть замечательные ну во первых начнем с того что я фанат толкина по жизни значит и читающий как-то раз письма дорогого профессора уже несколько лет там назад было впервые с этим познакомился явлением значит я долго ржал над одной историей значит там ну опять таки не наверное все знают что льюис клайф льюис они были друзья вот я кстати недавно узнал еще очень интересную историю что оказывается оказывается когда льюис умер толкина попросили написать ему некролог а поскольку толкин профессор очень трудно и долго пишет он в общем сразу отказался потому что не было возможности сосредоточиться вот а то есть ему же надо было увидеть он же как как пишет как свое вот ему же надо было распознать что-то там вот интуитивно двигаться в общем не получилось отказался а когда умер толкин значит был опубликован некролог за неизвестным авторством и как сейчас уже доказано это был некролог собственно льюис несмотря на то что он умер раньше была такая практика заказывали значит ну там знакомым да то есть некая и это был действительно самый мощный некролог написаный поток да 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 вот такой вот такая интересная практика есть вот то есть такой вот удивительный случай дали вы сумер толкина не смог написать ему некролог а еще при жизни написала некролог своему другу толкина очень такая вот да так вот а эта история другая повеселение немножко значит какая-то из я все время забываю что какая-то какое-то издание какое-то английское написала столь статью то ли интервью с льюисом который начиналось словами наш аскетичнейший мистер льюис толкин соответственно пишет кому-то в письме в шутливом таком ироничном возмущении как же так как же можно было нашу льюис и назвать аскетичнейшим я буквально на днях с ним встречался и он при мне выдал три пинты пива и это еще сказал что он воздерживается по случаю великого поста меня эта история веселила ну вот несколько лет в прошлом году на патрика причем на нашего русского патрика 30 марта значит он только в россии празднует в 13 дней вот значит у меня появилась песня такая в духе фриара тука как раз ну что-то такое вот по мотивам этой истории скажем он сокрушался нынче пост а я практикую воздержанность и ничего крепче или в эти дни не пью но пенная келкенни веселая келкенни по случаю воскресенья себе налил я патрику мол давал обед и вот уже много много лет в кружке моей келкенни по праздникам всегда так дайте же келкенни налейте мне келкенни в честь патрика келкенни все прочее вода все прочее вода патрика келкенни прекрасная келкенни в этом завесенье бывает не всегда а он горячился как же так а мы ему так не будь дурак если не без цели пост он забрел в кабак прими брат на ученье от патрика келкенни приличного завесенья не нарушая уют и если нет келкенни любимого келкенни то прояви смирение и ты ничего налью мы патрика келкенни дадим обед и будем блести его много лет главное смирение прочее ерунда и если нет келкенни в любимом завесенье то что-нибудь для смирения отыщется всегда весь главное смирение все прочее вода все прочее все прочее все прочее все прочее